Служить отчизне суждено. 22 февраля у музейно-выставочном зале города Фокина состоялось открытие выставки, посвященной Дню Защитника Отечества. В торжественном мероприятии приняли участие юно-армейцы, макаровцы, ветераны вооруженных сил. Сегодня в преддверии Дня Защитника Отечества мы в музейно-выставочном зале проводим торжественное открытие выставки, которая называется «Служить отчизне суждено». Мы пригласили наших ветеранов, наших доблестных ветеранов, мы пригласили учащихся, ну всех, кому это было интересно, с тем, чтобы они посетили наш музейно-выставочный зал, послушали выступления достойных наших ветеранов и посмотрели те экспонаты, которыми мы пополнили наш музейно-выставочный зал. Все это, конечно, еще очень скромно, но тем не менее большое спасибо тем ветеранам, тем военнослужащим, которые откликнулись и предоставили некоторые экспонаты. Мы ему очень благодарны. Организацию торжественного мероприятия взял на себя отдел краеведения Центрально-городской библиотеки имени Алексея Дмитриевича Старцева. Приветственное слово произнёс председатель Думы городского округа Фокина Александр Штоббе. В нашей стране повелось, что ей часто, нашей Родине, приходилось защищать. И не только защищаться, но и защищать других. Миссия такая у России – близкий мир на этой земле. В связи с этим День защитника Отечества поднимается на более высокую планку. Мы должны понимать, что вся история нашей страны говорит о том, что День защитника, точнее сказать, защитник Отечества – одно из главных призваний для граждан нашей страны. Александр Данилович вручил капитану первого ранга в отставке, почётному гражданину города Фокина, Вячеславу Островскому, благодарность от жителей города Фокина за большой вклад в сохранение истории городского округа и патриотическое воспитание молодёжи. Вячеслав Георгиевич рассказал об истории становления Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Ветеран вооружённых сил озвучил инициативное предложение о представлении города Фокина на почётное звание Приморского края «Город воинской доблести». В связи с чем? Я предлагаю принять, вот, наверное, к расширенному заседанию Президиума Совета, с участием здесь вот и присутствуют у нас и представители партии, и военнослужащие, и думок, к счастью нашему, потому что ей окончательное решение принимать. Обращение общественных организаций города Фокина к главе ЗАТО Фокина с ходатайством по обращению в Думу ЗАТО Фокина и внесение в законодательное собрание Приморского края предложение о присвоении Фокина почётного звания Приморского края «Город воинской доблести». Председатель Думы городского округа Фокина Александр Штобби торжественно вручил ученице отряда юнормеец Дарье Клемято знак юнормейской доблести третьей степени. У нашего города очень важная история, и обязательно каждому из наших жителей нужно её знать. Это очень интересное мероприятие, оно помогает нам узнать о некоторых вещах, которые мы не знаем. Тут присутствует множество ветеранов и важных людей, которые могут нам дать информацию. Ветеран Вооружённых сил Российской Федерации, капитан первого ранга в запасе Сергей Мосич рассказал об истории и славных делах кораблей Приморской флотилии. Действительно, мероприятие подобно этому, оно несёт одну главную цель – это военно-патриотическое воспитание нашей молодёжи, именно нашего города. Я ещё скажу в своём выступлении о специфике нашего города и о том, как молодым людям нашим повезло родиться и учиться в нашем городе. Экскурсию координаты боевой славы провёл ветеран Тихоокеанского флота и Вооружённых сил Российской Федерации, капитан первого ранга в отставке, почётный гражданин города Фокина Александр Малей. Юлия Цыганова, Хафиз Басыров, Тихоокеанское телевидение.